всем привет наконец-то начну серию видео по переделке дома и перевода часть нагрузки на автономное энергоснабжение то есть я покупал кто смотрит следить за каналом такие аккумуляторы литий-железо-фосфатные потом еще клиенты многие заказывали их вот я собрал сборку инвертор тоже покупал все было нормально но как я в предыдущем распаковке показывал что приехала мне вот такой блок полностью сборе там короче ребята накосячили в сетке не туда перемычку поставили и общем этот блок у меня полностью но не полностью а часть что-то сгорела вот это вот дорожки с той стороны я их перепаял но оказалось что дело не в этих дорожках где-то что-то еще перегорела в общем причину не могли найти пришлось покупать целый этот блок чтобы заменить его вот я уже поменял поставил инвертор плата еще правда не устанавливал все буду разбираться как его правильно подключить самое главное соединить хорошо качественно аккумуляторы то есть у меня тут шина медная болты обязательно из нержавейки чтобы они не пригорали ничего шина у меня где-то сантиметра три шириной два с половиной где-то три вот так вот точно не помню и толщина где-то около трех миллиметров довольно таки толстая шина правда вот эти тоже буду менять мне кажется все таки они тонковаты я уже но он покупал отдельно что провод был целиковый более толстого сечения эти два кажется по 16 лучше поставить один вот ну все зависит от нагрузки я хочу не весь дом поставить пока а именно одну ветку то есть где у меня компьютер подключены подключу на эту же ветку потом линию телевизор чтобы и светом несколько фонарей чтобы если вдруг света нет было электричество в доме был свет ну и была возможность работать потому что большая часть работы именно за проход происходит за компьютером соответственно бывает такое что в день по нескольку раз отключает что не может не выводить из себя соответственно без электричество уже никуда наше время вот и если все нормально у меня будет то можно постепенно и весь дом перевести на автономное энергоснабжение по инвертору он работает двойного назначения то есть не знаю видно картинка можно подключить солнечные панели через управляющий модуль как он там называется реле солнечного аккумуляторы и соответственно через инвертор идет нагрузка на потребителя также можно сюда подключить и внешний как сказать электричество сетевое вот он разъем два это выход центральные ну и вот нет вот вход выход это заземление по краям то есть как он еще работает если вдруг вот подключил аккумуляторы разрядились он подзаряжается от сети аккумуляторы вот здесь индикация есть которая показывает напряжение сколько вольт вот уже все подключали вот концы висят просто сейчас отсоединили я уже все пробовал подключал пробный запуск был все работает весь дом тянет без проблем все четко даже нагрузка не чувствуется здесь этот у меня на 2 киловатта инвертор максимальный я примерно высчитывал сколько там он берет нагрузку компьютер практически ничего судя по всему по прибору там меньше 500 ватт хотя блок у метров стоит компьютер 500 ваттный блок питания но по факту он берет где-то 200 300 ватт вот так соответственно вот этих не аккумуляторов я думаю хватит надолго вот единство я не знаю как померить как сказать как то выразиться сколько насколько и хватит и сколько они отдадут то есть я не знаю какой нужен прибор я хочу просто для себя померить и наверняка будут много вопросов задавать насколько и хватит сколько они отдают нагрузку какую и насколько времени этого хватит и сколько по времени часов он отдаст и сколько он будет заряжаться соответственно нужен какой-то прибор чтобы это все измерить естественно это не быстро будет происходить поэтому я не знаю если кто подскажите что нужно подключить я так понимаю где-то надо ставить в разрыв этот прибор и чтобы по окончании вот этого все процесса можно было видеть всю информацию сколько он отдал сколько взял насколько времени хватило вот этих аккумуляторов вот ну и так далее собственно вот здесь очень мне нравится удобное табло ну еще к нему есть выносной блок управления пульт управления там вот он подключается здесь вот он заработал показывает заряд аккумулятора изначально когда первое только он получил их подключил они были сто процентов заряжена а сейчас пока постояли пока приехал этот новый блок управления для инвертора естественно чуть под это самое разрядились но все равно показывает типа смайлик такой что все нормально вот сто процентов нормально это уже не нормально надо заряжать поэтому я не знаю сколько до скольки процентов он разряжается чтобы потом пошел заряд а когда подключается питание здесь показывается входное напряжение вот он значок вот этот и здесь показано входное напряжение вот на выходе у получается 222 вольта. Естественно, вот это показывает нагрузка. Когда нагрузка есть, вот я сейчас просто включу болгарку, чтобы для наглядности показать. Ну вот совсем одно деление, кажется, было. Я точно не одно или два брал, то есть нагрузку показывал. Болгарка на 800, кажется, ватт. 840 ватт болгарка. Но это на холостом ходу она крутила. Под нагрузку, конечно, будет больше брать. То есть все прекрасно работает на данный момент. Я когда вот специально подключал есть дом, включал и микроволновку. Микроволновка много вообще берет. Она двухкиловаттная, кажется, у меня. Все отлично, вообще четко. Никакое, ничего не сработало, не вырубилось. То есть все замечательно. И вот сейчас я буду разбираться, как подключить плату. Вот эта плата. Она такая довольно-таки продвинутая, умная. Я долго ее искал, уже как-то говорил уже об этом. Здесь вот именно кнопками вот этими настраивается вольтаж. Еще здесь кнопка. Ну буду разбираться в процессе. Там с китайцами общался. Главное тут теперь ее правильно подключить. Вот эти, я так понимаю, на балансировку идут выходы. Здесь от, кажется, трех до восьми можно подключить аккумуляторов. У них там есть и до шестнадцати. Но мне зачем столько? Я брал вот пробную. Вот. И ее нужно как-то подключить сюда, чтобы она балансировала аккумуляторы. И, естественно, если все нормально пойдет, я уже потом уже планировал, что здесь у меня восемь. Это у меня четыреста ампер получается. Видите, они сделаны сначала параллельно, а потом последовательно. В итоге получается двенадцать вольт, четыреста ампер. То есть инвертор двенадцать вольт на два киловатта. И аккумуляторы двенадцать вольт выходное. Ну а если еще восемь штук взять, получится двенадцать вольт восемьсот ампер. То есть будет хватать в два раза больше. Либо можно взять еще восемь, сделать шестьсот ампер. Сделать не два вместе, а три вместе. Получится у нас шестьсот ампер, двенадцать вольт. Ну это уже это самое. В процессе буду смотреть, насколько чего и как хватит. Вот. И потом можно будет уже посмотреть панели солнечные, чтобы они подзаряжались. И сколько они, допустим, надо вот посмотреть, сколько они будут брать от сети нагрузку, когда будет заряжаться. В общем, ну так вкратце рассказал, как подключу плату. Буду на днях буквально разбираться с этим. Сейчас с посылками разберусь. Сегодня там все, что оплатил он, все собрали, упаковал. Завтра буквально отправлю. Вот. И буду разбираться уже с этим. Время будет побольше. Главное правильнее подключить, чтобы еще плату не спалить. Вот так вот. Ну тоже, видите, плата какая продуманная. Не просто там какая-то вот маленькая. Значит, продаются на Алиэкспресс там за сто рублей. Нет, ни хрена. Вот эта плата стоит больше трех тысяч. И некоторые детали здесь, микросхемы, видите, зачищены. Я очень много где замечал такое. Почему они делают? Чтобы никто не скопировал, не своровал. Потому что китайцы копируют не только айфоны. Они все копируют. Что хорошо работает и что пользуются спросом. Так же, как и на этой плате. Здесь некоторые эти самые микросхемы тоже были зачищены. Чтобы не определить. И, короче, технологию не стащить. Потому что, я как понял, в Китае есть производство, да. Туда, допустим, какая-то компания, которая занимается... У них только вот инверторы они занимаются, да. Заказывают, допустим, вот это вот мозги. Они для них делают. Они разрабатывают технологию. Разрабатывают всю эту вот схему. Отдают на производство. Им делают. Вот таким образом. И так многие компании именно работают. Так же к инструменту, к телефону, ко всему относятся, да. Кто-то там компания решила выпускать телефоны. Вот. Они разрабатывают этот телефон. Все, что нужно. И потом отдают на производство. Там делают. И на одном производстве могут делать для разных компаний, для разных фирм. Вот. А чтоб это не ворвалось, естественно, друг у друга. Делают такую вот небольшую защиту. Потому что поставишься другую микросхему, все, уже не будет работать как надо. Ну вот, в принципе, пока все на данный момент. Вкратце, ну, показал, что все работает. Все замечательно. Остается только его подключить. И потом я планирую их перенести наверх. Туда вот у меня есть место такое. Под потолок я специально оставлял этот бортик у стен. Мне все говорили, заложи ее, заложи. Рынхена я буду закладывать. Если здесь можно что-то разместить. Те же самые полки. Я вымерял, когда искал аккумуляторы, чтобы мне расстояние хватило, аккумуляторы там поставить по высоте. Соответственно, там они у меня будут стоять. И также вот выведены концы сюда. Сюда они будут подключаться. А здесь они уже в щиток. Пошли сюда. Здесь у меня висел этот трансформатор. Но трансформатор какой-то, не знаю, попался. Он изначально был какой-то глюченый. Короче, не знаю, можно будет его отремонтировать. Потом он в один прекрасный момент завис в одном положении. То есть не 220, а где-то 170. И там эти контакты пригорели на катушке. Короче, денег отдал до хрена за него. Он и тяжелый, во-первых. Килограмм 25 весит. И по цене тоже нормально стоит. А в итоге вот. Он повисел чуть-чуть, погудел. И все. Так что вот так. Если есть возможность сохранить свободное пространство, сохранять это никогда не будет плохо. А сюда я планирую потом вывести, допустим, блок питания. Ой, не блок питания, а эту. Пульт управления. Пульт управления полностью дублируется с этим монитором. Все, что здесь отображается, отображается на пульте. Ну и естественно, чтобы туда каждый раз не прыгать, сами понимаете, да. Также, не знаю, можно на эту вывести плату. Там где-то я видел, у них можно даже подключить модуль по Bluetooth, чтобы на смартфоне смотреть данные. Отображались. Но это отдельно надо искать, смотреть. Где тут выходы тоже есть. Это надо спрашивать. Но я видел такое, что вот к таким блокам подобным подключают именно модуль Wi-Fi или модуль Bluetooth. И на телефоне ты смотришь, и на телефоне же можешь регулировать и настройки делать, что очень удобно. Потому что эта плата в любом случае должна быть рядом с аккумуляторами где-то, чтобы длинные провода не тянуть. С этим надо еще подумать. Ну вот и все на данный момент. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok